Привет, дружище! А-а-а! 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 Знаменитые фильмы часто наполнены криками и истошными воплями, но в реальной жизни, как говорят специалисты, люди, русские, особенно склонны скрывать свои чувства. А зря. Все здесь очень просто. В свое время Мечников сказал про так называемые черные чувства. Черные чувства – это те чувства, когда я что-то накапливаю себе, и это явно что-то нехорошее – злость, обида, то есть вот эти все вещи, разочарование, какие-то вот эти вот моменты, которые, если мы их не высказываем, тревогу, еще что-то, они накапливаются. И с этого, собственно говоря, момента, вот с этой концепции, по сути дела, берет свое начало в определенном смысле позиции психосоматической медицины. Такие заболевания, как язва, гипертония и многие другие могут быть следствием накопленного в себе негатива. Любая ситуация рано или поздно может, что называется, переполнить чашу внутреннего терпения. И человек либо эмоционально взорвется, либо будет дальше съедать себя изнутри. Мы узнали, какие неприятности в последнее время пугали или раздражали рязанцев. Ну, рабочие, наверное, какие-то моменты. Вот я сегодня очень долго в маршрутке ехала. Вот прям все очень тупились сегодня на дорогах. Ну, это неприятно, когда особенно спешишь на какую-то встречу, а из-за некоторых участников дорожного движения так получаются такие нюансы неприятного, очень много негатива. Наверное, переезд. Вот. Все, наверное, из самой такой стрессовой ситуации. Наверное, страх. Вот. Потому что новое место. И, не знаю, наверное, какую-то даже обиду, разочарование. То, что тут все коробки таскают. А когда дети на соревнованиях проигрывают, переживаешь, как они перенесут какую-то проблему. По поводу коронавируса я не заморачиваюсь. Спокойно к этому отношусь. Нужно пережить. Психотерапевты, как и сами рязанцы, предлагают разные варианты решения подобных проблем. Часто бывает достаточно обсудить ситуацию с близкими или друзьями, которые имеют больше опыт в конкретном вопросе. Выплеску эмоций помогают занятия спортом, а для регулярного баланса необходимо стараться соблюдать режим дня и правильно питаться. При необходимости следует обратиться к специалисту. А для многих людей действительно на помощь приходит именно вопль разочарования. Те люди, которые знают, что им нужно прокричаться, они прокричались или не прокричались. Это меньшая группа риска попасть к психотерапевту или к терапевту или еще кому-то из врачей. Другая группа, которые даже не способны себе признаться в том, что я хочу прокричаться. Меня обидели. Я улыбаюсь. Я воспитанный человек, так называется. Потому что мне когда-то кто-то сказал, что нельзя показывать свое недовольство, нельзя показывать свои эмоции. А мне, не знаю, там, на меня наорали, я опять улыбаюсь. Меня уволили. Я говорю, ну, сейчас всех увольняют. Со мной что-то еще случилось. Я говорю, ну, пойду дома, там, не знаю, там, попробуй выспаться или лопиться-то. Специалисты говорят, что прокричаться можно как наедине с собой, так и при окружающих. Так что теперь можно считать, что краснеющие от злости и кричащие люди вполне себе адекватны. Мы узнали, что об опле разочарования думают рязанцы. Ну, узнать, что им так хорошо. Все выплеснуть, а потом оставаться в таком же состоянии, как до этого были. Может быть, это тоже зависит от темперамента, от настроя, но это тоже хорошо. Мне кажется, это очень круто, когда тебя никто не слышит. Вот. И если накопилось, то, наверное, даже надо. Вот. У меня такого не было. Ну, для меня это не свойственно, потому что, я говорю, я люблю все-таки как-то спокойно у себя это регулировать. Это все-таки, как по мне, для людей, у которых нестабильная либо психика, либо просто, ну, просит организм это выплеснуть. А какие еще могут быть способы? Это что-то либо бить, либо что-то там, не знаю, толкать. Но это все-таки, как правило, воздействует на окружающих. Поэтому правильно моя подруга подчеркнула то, что это нужно все-таки, чтобы в одиночестве желательно, чтобы это никто не видел. Кричать при близких людях или в одиночестве выбирать вам. Однако, если внутри слишком сильно все бурлит, а в это же время необходимо с кем-то конструктивно решить вопрос, лучше прокричаться на нейтральной территории, не задевая чьих-то чувств. А потом вернуться к решению вопроса. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».